Наконец-то дождались заказ Биоси. Всем привет, мои хорошие. 6 числа пришел заказ, слава богу, потому что я знаю, многим девчонкам не повезло. Наконец октября вообще. И вообще многие сегодня писали в комментариях, что на складе нет ничего уже. Девчонки набросали в корзину товары, на следующий день сегодня на утро заходят, а в корзине пусто, и из всего Биоси есть только шоколадные батончики. В общем, как приходит заказ? Он приходит вот так, в коробке Фаберлик. Сейчас вместе с вами будем открывать. Я несла с пункта выдачи эту коробку и быстрее вам снимать, потому что нам с вами очень интересно, да, ее на складе пока продукции нет, но она появится, консультантам с ней работать. Если я беру все для себя, как бы, да, для вас тестировать, то консультантам, которые работают в Фаберлик, да, которые работают по каталогу, им все равно эту продукцию, грубо говоря, предлагать, рекомендовать, и поэтому нам с вами нужно знать, что она из себя представляет, как, что и почем. Она наверняка появится, я думаю, сейчас в октябре все отладится и с поставками, и со всем, все будет нормально, да, поэтому нам все равно ее нужно с вами изучать. Итак, поехали. Давай вместе с вами коробочку. Мы уже с вами посмотрели, она приходит, как обычно, заказ Фаберлик, в коробке Фаберлик. Никакой разницы в заказах, если уходит заказ в автозаказ, в доставке, нету, просто у меня много комментариев, сколько стоит доставка и так далее. Все как Фаберлик, девчонки, это теперь Фаберлик. Перестраиваемся, привыкаем. Вот как все у нас с вами тут упаковано, очень интересно, кстати. Сейчас будем все разглядывать. С вами это все интересно со всех сторон, да, особенно для тех, кто работает, еще раз повторюсь, накладная приходит, как Фаберлик, все абсолютно так же. У меня здесь заказ на 28 баллов, по деньгам 2 300, я заплатила вместе с доставкой. Заказ Фаберлик у меня был на 22 балла, который мы с вами обозревали, и заказ Биоси на 28 баллов. И в итоге у меня, как всегда, в период я делаю 50 баллов, да. Так, по ценам тоже буду вас сразу ориентировать, потому что все для нас новое, все неизвестное. Кто-то уже пробовал Биоси, кто-то нет. Давайте с самой большой начнем банки. Это у нас с вами, представьте, здесь вот по-русски нигде ничего нет. Это средство для стирки 2 в 1. Сзади есть по-русски. Концентрированное средство для стирки. Я брала то, что есть в наличии. Были какие-то кремы, но мне показались они уж слишком дорогими. Хорошо бы, если бы на них были пробники. Вообще ценовая политика слишком дорогая. Я надеюсь, это тоже все отладится, и качество, и так далее. Но качество будем с вами проверять. Кондиционер, кондиционированное средство для стирки и кондиционер для белья 2 в 1. То есть у нас тут с вами и кондиционер, и средство для стирки. Эффективный экономичный гель отлично отстирывает любые ткани всех цветов. Благодаря низкому пенообразованию, слушайте, вообще вот эта вся продукция нам немножко напоминает Фиберлик. Сейчас дальше расскажу почему. Низкое пенообразование можно использовать как в машине, так и в ручной стирке, девочки. Экстракт мятой календулы смягчает руки, если ручная стирка защищает кожу. Лимонный сок, антистатический эффект. Так, абсолютно безвредно для людей окружающей среды. По-моему, у них эко-упаковки, если я не ошибаюсь. Эффективно справляет со всеми видами загрязнений и пятнами. Мягко воздействует на волокна ткани, полностью смывается. Содержит безопасный паф, придает белье аромат свежести. Состав, кому интересно, девчонки, аква больше 35. Содиум, лауреоз, сульфат на втором месте, меньше 15. Кокамидо, пропил, беталин, меньше 15. Лауре, 3, меньше 5. Полимеры, парфюм, содиум, хлорид, глицерин, мелиса. Официально экстракт какой-то, потом календулы экстракт. Потом цитрус-лимонный сок, прямо написано, да, цитрус-лимон, джуз. Содиум-бензоат, последний, не знаю, что такое, потасум-сорбат, что это такое, не знаю. Артикул 8008. Я вам все бы показывала, ну, не знаю, может быть, и буду вам вставлять вот эти вот составы. Кому интересно, зайдите кетку читать. Изготовлено 10-го 2020-го, год назад. Видимо, совсем дела были плохи в биоси. Я так подозреваю, раз год уже, да. Срок годности у средства. Способ применения для ручной стирки. Отмерьте нужное количество средств при помощи мерного колпачка. Пол колпачка на 7-10 литров воды. Для машинной 2 колпачка на 5-7 килограмм. То есть оно у нас ни хрена, ни концентрированное, простите за мой французский. 2 колпачка на 5-7 килограмм. Это не концентрат. Явно написано концентрированное. Не знаю. Это если 2 колпачка на стирку, она у нас на 10 стирок где-то рассчитана тогда. Так, какой срок годности? Меры предосторожности в случае попадания срок годности. А, 24 месяца. То есть у него еще год. 2 года. 2 года натуральная косметика не хранится. Обманывать нас не надо. Если бы это был гель натуральный, то он хранился бы меньше. Сколько хранится открытая упаковка, я здесь значка не вижу. Ну, в общем, 2 года у него срок годности, да. У всех средств, я так поняла, смотрите, вот такая наклейка сверху, что до вас его якобы не вскрывали, хотя ее можно наклеить и приклеить. Обратно будет то же самое. В оси здесь написано франц. Вот так вот. Такая прозрачная. Прозрачный скотч. Будем с вами обязательно стирать в следующем видео. Гель прозрачный, пахнет календулой. Очень сильно пахнет календулой. Аромат приятный. Аромат свежей зеленой травы. Мне очень нравится аромат. Я люблю, когда вот свежескошенная трава. Вот здесь эта нота присутствует. Свежескошенные травы, календулы, ромашечки, цветков, липы. Вот у меня такая ассоциация. Лимона я здесь не чувствую. Есть какая-то лаймовая больше свежесть. Консистенция геля прозрачная, девчонки. Видите, такая слегка желтоватая. Слегка-слегка. Больше прозрачная. Нет, желтоватая она на свет на солнце. Прозрачная консистенция. По густоте давайте с вами посмотрим. Густой. Видите, как перетекает. Густой. Как слайм. Как жидкий слайм, скажем так. Вот еле-еле душа в теле. Видите? Так. Хорошо, разобрались. Буду вам отдельно тогда вставлять обратную сторону, этикетку продуктов, потому что я знаю, что многим важны составы. Но я согласна. Вот сегодня смотрела Катюшу Матис. Она там первая сняла, вот из тех, кого я смотрю. Я ее иногда посмотрю, потому что полезные ролики бывают. Она VIP. У нее много обзоров интересных. И у нее там декоративка в основном была. И тоже сроки годности 2-3 года. И она тоже об этом сказала, что если биосипы позиционировали себя как натуральная косметика, 2-3 года это значит ложь. Так, следующий продукт у нас с вами. Детская линейка, по-моему. По-русски сейчас найду, где. Средство для купания младенцев на основе натуральных моющих компонентов. У нас тут солнышко сегодня. Вот так вот оно выглядит. На леврану похож прям. Natural Baby Care. Так. Как добавка для ванн. Деликатные очищающие ухаживающие свойства, защитные функции, алоэ вера, зеленый чай, натуральный бисабол. Ну и все. Так, артикул 51.01. Небольшое количество, растворите в теплой воде. С легким и 100% натуральным ароматом средства. Так, здесь 200 миллилитров. Цены на все не бюджетные. Так, сейчас я вам скажу цену. Средство для купания младенцев у нас 229 рублей. Со скидкой, смотри, 170. А средство для мытья, вообще цена заоблачная, 599 рублей. За два колпачка на стирку. Со скидкой 444. Очень дорого. Очень дорого. Я не знаю, какой бы оно хорошее ни было, у меня фаберлик устроит, я не буду больше брать однозначно. Хотя потестирую, может там прям вал. Так, у нас здесь такой дозатор есть на крышечке, малышковое средство, да? Это водичка, даже не гель, это просто вода. Отдушка косметическая, не натуральная. Здесь уже я не так не чувствую календулу, допустим, как средство для стирки. Здесь какая-то косметическая, легкая, с травяным оттенком отдушка. Средство вспененное, а так оно как отвар цветом. Такое вот желтоватое, как отвар трав. Но буду пробовать, буду малышке добавлять. Сегодня прям добавлю в ванну, посмотрим с вами. Но аллергии ничего не вызовет, если... Кстати, изготовлено где, это тоже очень интересно. Лаборатория Франции, произведено Биоси, Россия, город Москва, улица Тульская. Ну, Биоси, по-моему, давно уже производят в России. Якобы, наверное, по формулам Франции, да? Здесь то же самое, то же самое. Лаборатория Биоси, зачем они это пишут только? А произведено Россия, Москва, улица Тульская. Так, следующее средство. Так, прокладки взяла. Очень напоминает и упаковка, девчонки. И открывается она так же. Абсолютно. Я не хочу выдвигать никаких гипотез. Кому надо, тот сам догадается. Открывается она так же. И с анеоновым чипом они тоже. Вот так выглядит упаковка. Здесь тоже семь штук. Так, это у нас артикул. Какой-то номер наклеили. Это артикул, наверное. Судя по всему, это артикул. Но они дороже. Но они дороже. Не, 10. Здесь 10, по-моему, прокладок. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 10. Так, прокладки гигиенические. 269 рублей. 199 рублей со скидкой. То есть они еще дороже. Здесь якобы у нас бамбук и анеоновый чип. Артикул, по ходу дела, приклеили на бумажке. Я так поняла. 201, 901. Потому что на упаковке я его нигде не вижу. Сейчас достанем, посмотрим. Единственное, что вот пакетики не розовые. А ленточка такая же розовая. Как они у нас тут выглядят. И что из себя представляют. Порвать придется. Потому что она, смотрите, как завернута у нас с вами. Вот аж прям вот так. Не очень удобно. Потому что дальше нам приходится упаковку с вами рвать. Чтобы достать саму прокладку. На мое приходится рвать. Значит, тут приклеено. Вот так они выглядят. Они такой же чип, смотрите. Видите? Как у Фоберлик. Вот он, он зелененький. Видите? Прикольно, да? Гипотезы в голове какие-то откладываются. Складывается какое-то мнение. Размер. У Фоберлик лучше. И сама вот эта поверхность у Фоберлик лучше. Вот эти как-то по ощущениям, по ощущениям тактильным, на дешевый больше похож. Вот это задняя сторона клеенчатая с дырочками. А вот передняя какая-то, не знаю, похожа на дешевый. Хотя вроде тоненький, ничего. Но будем проверять. Есть с чем благо сравнить. Крылышки небольшие вот так вот сзади расправляются. И вот как она сама выглядит, прокладка целиком. Ну и спереди чуть-чуть вот так, да? Вот. Смотрите, то же самое, видите? Тот же самый анионовый чип. Поехали дальше. Дальше. Пробники парфюмерии у нас лежат отдельно. Что взяла? Крем для рук. Так, крем для рук. Питательный крем для рук. Антистресс. Про витамин МВ5. Восстанавливает, успокаивает. Масло облепихи. Масло облепихи у нас тут. Вот так он выглядит. Артикул 28.02. Запаян абсолютно так же, как Фоберлик. Не, ну вот если у Эйвен и Фоберлик различия сильные и запаивают, они по-разному и прокладок там с анионовым чипом есть, нет. То здесь прям очень уж большое сходство. Вот так скажу вам. Открыли. Вот он кремушек, слегка желтый оттенок. Еле уловимая душка. Парфюмерная. Чуть-чуть чувствуется облепиха. Быстро тает на коже. Я бы не назвала его сверхпитательным. Нет, отнюдь. Он в водичку на коже превращается и дарит легкое увлажнение. Пока первое впечатление тактильное такое. Все, он впитался. Быстро впитывается. Кто не любит тяжелые кремы для рук. Быстро впитался. Липкости не оставил. Отдушки практически никакой. И легкое увлажнение. Вот моим ручкам, допустим, такого крема будет мало. Однозначно. Так, крем для рук. Смотрим с вами по цене. Питательный крем для рук. 199 рублей. 147 соски. Вообще обалдели, хочется сказать. Взяла два продукта для волос, девчонки. Это у нас шампунь и бальзам. Так, первый продукт это шампунь. Ищем русский язык с вами опять. Очень непривычно. Ароматный шампунь для сухих и поврежденных волос на основе комплекса экстрактов пшеничного солода, липы и органического алоэ вера. Деликатно очищает, ухаживает за волосами. Я взяла для поврежденных специально масло фундука, миндаля, жжоба. Тоже такая наклейка. Артикул у шампуня почему-то тоже на бумажке. 202 605. Вот как выглядит продукт. По густоте шампунь густой. Видите, как долго переливается прозрачная упаковка. Кстати, я люблю такие дозаторы. Вот дозатор не как у Куберлику шампуня. Вот такой. Оп. Я вот такие люблю. Так. Как вкусно пахнет. Обалденно. Нигде такого аромата не чувствовала. На что же так похоже сильно, девчонки? На какой-то травяной чай с фруктами. Липа, липа, липа. Цветущее много липы. Боже, это потрясающий аромат. Слушайте, серьезно. Солод, липа, алоэ вера. Да, потрясающий. Боже, какой аромат. Это что-то. Будем с вами завтра волосы мыть с этим шампунем. Вообще. Бальзам из этой же линейки. Вот так он выглядит. Артикул тоже приклеен на наклейки. 202-626. Это у нас с вами кондиционер даже. Не бальзам. Кондиционер для сухих и поврежденных волос. На основе комплекса питательных масел, ростков пшеницы, жжоба, блепихи. Иланг-иланг, эфирное масло. Пшеничный солод. Я составы вам все за это самое заделаю. Так же, как крем для рук. Он у нас с вами запечатан. Вот эта вот штучка, да, как Фуберлик. Посмотрим на текстуру. Текстура такая достаточно густая. И по цвету тоже как крем для рук слегка желтоватый. Есть схожая одушка, как и в шампуне. Но в шампуне это просто бомба. Здесь не то. Очень похожий, но не так ярко выражен. И чуть-чуть немножко что-то примешано. Но так очень похожий аромат. Но в бальзаме, в кондиционере менее выражен. А в шампуне прям бьет в нос. Боже, в шампуне это вообще. Здесь 92% натурального написано. А здесь 98% натурального. Изготовлена также Москва, улица, Тульская. И ради интереса, срок годности нам, чтобы с вами прочитать. Здесь, кстати, наклеена этикетка с составом. Интересно, что под ней. В следующем видео отдерем. А то очень долгий у нас с вами ролик получится. Годен, смотрите, на запайки тубы. Вот не люблю я это. Лучше на шампуне посмотреть. Смотрите на флаконе. Где на флаконе смотреть шампунь? Так, 11-2023. Еще год. А срок годности сколько? Ну-ка, быстро нам сообщите срок годности. Годен до партии. Смотрите, открытый 6 месяцев может храниться. Я не вижу, какого числа он изготовлен. Ну, он, в общем, до 23-го. Но, судя по всему, года 2 точно тоже у этих средств 2-3 года срок годности. Даже у Фоберлик меньше, мне кажется. 6 месяцев открытая упаковка. 6 месяцев открытая упаковка. О натуральности опять можно поспорить. Да? На тубе до 23-го года тоже бальзам. А какой у него срок годности? Догадайся, мол, сама. Ладно. А не шампунь круче пахнет. Следующий продукт, это у нас с вами освежитель воздуха. 8006 артикул. Чувственное наслаждение я взяла. По-моему, только он был у нас с вами доступен к заказу. Чпоньк. Он у нас с вами от 10-го, 20-го тоже год провалялся. Годен 12 месяцев. Открытым. Открытым. А так 36 месяцев, то есть 3 года. Написано 88,9% натурального. Натуральный освежитель воздуха Биоси с легким приятным ароматом. Наполнит ваш дом сложная парфюмерная композиция. Цветочная. Послевкусие. То есть аромат должен еще раскрываться. Применять по мере необходимости. Удобный легкий распоритель разводов на мебели. Направив колпачок как можно выше, при необходимости повторите. Состав вам зафоткаю потом. Давайте. Нету-то осадка ради интереса. Натуральная продукция же, она бывает с осадком. Цвет как отвар травяной. О, интересная композиция. На натуральную вообще не похож. Как парфюм, слушайте. Круто. Круто. Девчонки, круто. Это реально парфюм. Дорогой люкс. И боже, я хочу себе такой парфюм. Я хочу себе такой парфюм. Я не знаю, как вам описать. Здесь я ни одной натуральной ноты не чувствую. Ни цветочной, ни фруктовой, никакой. Это какой-то крутой парфюм. По-другому не могу описать. Действительно крутой. Приятный и древесный, и цветочный. Боже, какой аромат вообще. Ну, биоси хотя бы нет фаберлик такого точно. По ароматам. Дальше, девчонки, два средства для лица. Я могу долго этим восхищаться, честно. Так, у нас с вами первый продукт. Это тонизирующий лосьон. Идеально тонизирующий лосьон. Ага, вот он, как выглядит. Биоси. Артикул 201-211. Причем тут, кстати, заклеены артикулы биоси и приклеены новые, да? Смотрите, будете партикулом, если искать. 201-211. Шесть месяцев открытый. Так, тонизирующий лосьон идеально очищает кожу, подготавливает к основному уходу. Экстракт ацерола. Ацеролу люблю. Кстати, освежает, тонизирует. Кожа становится заметно светлее. О, для пигментации. Слушайте, будем тестировать. У меня все тоники как раз закончились. Вот классно. Лосьон это даже очищающий больше, да? Так, партия на упаковке. А срок годности? Ищи, Светлана. Вот. До 5-го, 23-го. Какой срок годности? Неизвестно. Нанесите ватным тампоном на лицо и шею. Не найду, какой срок годности продукта. Но он до мая 23-го года у нас с вами. Вот здесь уже такая зелененькая лента из бумажки, которую не очень просто на самом деле отклеить. И это все затягивает только наш с вами ролик. Вот такая крышка. И что у нас внутри? Фу. Вот это мне не нравится по аромату. Слегка светловатый такой желтоватый оттенок. И здесь я дужка какая-то натуральная. Почти ее нет. Мылом хозяйственным что ли пахнет? У меня такая, девчонки, ассоциация. Вот с этим вот. Средством хозяйственным мылом пахнет. Составы все покажу потом. Дальше пенка. Вот такая пенка. Вот так она выглядит. Это у нас с вами... Тут написано 99. Натуралс. Артикул 11.19. Не везде вот они заклеены. До 6-го, 23-го срок годности. Так. Пенка для умывания. Для ухода за кожей лица после 30 лет. С экстрактом крит-мума морского. Обладающими свойствами детоксикации. Деликатно удаляет загрязнение. Кожа гладкая, свежая, увлажненная. Все. Комплекс какой-то здесь. Марин антиоксидант за возрастной кожей после 30 лет. Масло жежаба. Вот этот крит-мум морской. Уникальные антиоксидантные свойства. Подтвержденные в лаборатории. Он же нейтрализует свободные радикалы. Преждевременное старение. Масло жежаба. Та-та-та-та. Так. И защищает от уфе из грязней. Даже от уфе написано защищает. Это пенка. Интересно вообще очень. Первый раз такое встречаю. Пенку-то мы смываем с лица. Как она может от уфе защищать? Ну ладно. Давайте вот так ее сначала вскроем. Ой, фу. Пахнет практически так же, как лосьон. Есть какая-то легкая такая цветочная какая-то отдушка. Легенькая-легенькая. Совсем не чувствующая. А так пахнет каким-то лекарством. Ну не, ну не так противно, как тоник. Она не сильно бьет в нос, но тем не менее достаточно ярко выражена. Какая-то травянистая лекарственная отдушка, скажем так. Давайте посмотрим на консистенцию. В следующем видео будем с вами уже все-все-все подробно тестировать. У меня здесь бальзам до сих пор. Ух! Это за один раз, смотрите, сколько выбросила. Пенка мелкая. Хорошо должна очищать. Потому что иногда дозатор выдает пену такую, знаете, крупную. Крупно-дисперсную, что ли, распыление, не знаю. А здесь она мелкая. Вот видите, какая. Не, ну нормально, не отторгает, но... Что-то такое вот. А знаете, кто не любит жидкое мыло с ежевикой и черной смородиной. Вот здесь от черной смородины какой-то есть аромат. Который не очень приятный, скажем так. Если витамании он приятный, здесь не очень. Может, кому-то и не понравится. А так, по консистенции пенка очень интересная. Пусть остались парфюмы. Долгое видео, продуктов не так много, но видео долгое, потому что со всех сторон хочется вам рассказать, показать. Следующий ролик обязательно будет за тест. Здесь у меня... А, я вам по ценам дальше не озвучила еще. Пенка у нас 499 рублей, боже. 370 по скидке. Шампунь 229, 170 по скидке. Кондиционер 199, 147 по скидке. Так, средства для купания говорила. Освежитель 249, 184 по скидке. Теперь парфюмы. Так, первый. Я вот не знаю, я, девчонки, язык, конечно, не хочу коверкать, но придется. Даже надо вам как-то объяснить. Хеспирайт. Артикул 6902. Все парфюмы женские. Вот так приходят пробники, они все были в одной коробке. Хеспирайт. Артикул сказала. Классный Хеспирайт, слушайте. Мне нравится, правда. Не Фаберлик, не Эйвен. Кто-то говорил и Фраше. Ну, может быть. Сладкий, терпкий. Я не буду вам зачитывать описание в каталоге, я вам передаю свои ощущения, потому что нафиг это нам с вами не надо, да? Поэтому можете мои ощущения сравнить с каталогом. Сладкий, терпкий, вкусный. Терпкость есть похожая на... Господи, с подвеской Фаберлик вода, которая была, девчонки. В декрете очень тяжело. Умственные процессы и длительно происходят, поэтому не обессудьте. Вот, которая с подвеской, вы меня поняли. Похож. Есть схожесть, но в то же время есть какой-то интересный шлейф и терпкость. Есть вот эта ихристость, как вот в этом парфюме. Я не буду сейчас вспоминать, сидеть, а то опять затянем. Вы поняли, у меня вот это вот с подвеской вода есть схожие ноты. Поэтому сейчас, когда раскрывается, нет, мне не очень нравится, потому что я ее хоть и взяла, ту воду, но я не люблю ее на себе носить. Да, очень похож сейчас, когда раскрылся, аромат очень похож. Так, дальше у нас с вами Galaxy, по-моему. Так, сейчас скажу, девчонки. Феспирада была. Galaxy, да, Galaxy 6921. Вот такая вот парфюмерная водичка, но я не буду вам показывать, все равно не видно. Здесь прям как будто лекарственная какая-то нота бьет в нос. Серьезно. Закрывайся, как туго-то. Малина. Опа, раскрылась малиной. Раскрылась малиной? Малиновым вареньем, серьезно. И какая-то аптечная нотка вот присутствует. Это мое восприятие. И малинка. Ну, интересный, не отторгающий, ничего. Так, следующий. Сейчас, девчонки, я найду. А-а-а, универс. Универс. Вот так, в общем. Универс. 6923 универс. На предыдущий похож. Надо брать пробники. У них пробники дорогие, зараза. Ой, этот спиртягой в нос ударил. Чистым спиртом универс, серьезно вам говорю. А потом опять раскрывается какой-то малинкой. Похож. На что, на что, на что похож. На пенку по запаху. Есть какая-то нотка отторгающая. Нет, на их раше не похоже. Вот есть вот эта вот нотка. Не очень приятная. Аптечная. Не знаю, как будут раскрываться парфюмы. Вот этот универс нет, вот сразу мимо. Мне, по крайней мере. Интересная какая-то нота есть, но вот эта какая-то аптечная, все перебивает и получается какой-то Г, честно. На пенку по запаху очень похож. Так, и четвертый у нас с вами... Так, четвертый универс был Galaxy был. Эссентиэль. 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 6907. Погнали. Мне кажется, парфюмы нестойкие почему-то. Фу, спиртяга. Я бы даже сказала, самогон прям бьет в нос. Вот Эссентиэль универс, да? Прям вот спиртяга. Первые два нет, эти прям спиртягой в нос бьют. Какой-то коктейль фруктовый. Ягодный даже. Какой-то ягодный коктейль. Вообще все какие-то неудачные пробники. Наверное, первый самый нормальный. Какой-то ягодный коктейль. Хотя раскрывается, вот сейчас спиртяга исчезла. Ничего так вкусненько. На осень подойдет, на раннюю осень. Даже на поздний он сладенький. Какой-то ягодный коктейль. Что-то вот еще интересненькое есть. Древесности не чувствую. Вот нет тут ни одного такого аромата, который я люблю с древесной ноткой, с шлейфовой. Ну вот первый, который их испирает, более-менее на мой вкус. Если у нас с вами вкусы схожи. Тоже, кстати, спиртяга из флакона прет. Я их просто наносил по-другому. Я теперь на руку лила. Вот он первый аромат, он почти уже не чувствуется. Но он интересный. У них, по-моему, нет мини-форматов, жалко. Но он интересный, вот этот хиспирайт, девчонки. Но опять же, кому как. Нестойкие, нет. Нестойкие. Вот даже если говорить про парфюмы Эйвен, когда там все в нос бьет. Нестойкие. Ну, раскрываются. У них все-таки есть шлейф. Они многоградные, скажем так. Сейчас немножко нотки меняются. Раскрываются. Ну, поношу. До следующего видео уж какое-то впечатление. Он у меня сложится до вечера. Посмотрю, как будут смываться, не будут смываться. В принципе, все мы с вами разобрали. Пробники тут некоторые 50. Galaxy 70 рублей. И они без скидки консультанта. Великолепно. Вот так, мои хорошие. Вот такой вот был заказ. Все будем разбирать подробно в следующем видео. Пишите, вам пришли ваши заказы или нет, когда придут. Что планируете вообще заказывать? Парфюмы меняются. Парфюмы меняются, да. Ароматы меняются, становятся интереснее. Вы знаете, вот этот, который я на руку дала. Galaxy, по-моему. Нет, все равно нет. Нет, вот есть в нем какая-то нота приятная, но вот эта гадость перебивает. Все. Ладно, буду носить, тестировать. Погнали по составам. Прокладки вам показываю, что да как, изготовитель и так далее. Кому интересно, нажимайте паузу, смотрите. Так. Так. Дальше. Средства для стирки тоже нажимайте паузу, читайте. Так. Пенка. Состав покручу вам. Кто в составах разбирается, напишите, нашли что-нибудь плохое. Но алкоголь здесь есть, уже видно, да. Так. Детская линейка. Состав. Тоже кто разбирается, посмотрите. Шампунь. Состав. Слушайте, я походу тело-освежителем буду на место парфюму пользоваться. Он меня гораздо больше заинтересовал, чем пробники. Не смех и грех. Крем для рук. Состав. На первом месте вода, потрясающе. На втором алкоголь, на третьем глицерин. Глицерин. Да. Это называется натуральная косметика. На первом месте вода, на втором алкоголь. Сушить будет по факту, значит. Спасибо. Следующий. Что это у нас, господи, тоник. Тоник. Состав. На первом месте вода, на втором лавандула. Как это? Состав. Цветочная вода. Тут вроде ничего вначале, да? Так, дальше. Освежитель. Который пахнет обалденно. Вода. Гликоль. Пек. Тоже как-то не воодушевляет, да, девчонки? Так, бальзам. Кондиционер. Состав. Все, все, мои хорошие. Все составы рассмотрели. Надеюсь, обзор был вам полезен. Вы его ждали, вы его просили. Я тоже ждала с нетерпением. Все, вперед. Все с вами тестировать. Всех люблю целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.